Через несколько секунд буквально мы подключим Александра Коваленко, военно-политического обозревателя, к нашему эфиру. Пока сообщим несколько важных новостей. Премьер Испании прибыл в Киев, что примечательно, в первый день председательства страны, то есть государства Испании в Совете Европейского Союза. Процитирую примеры Испании, его зовут Педро Санчес. Он сказал, что уже в Киеве хотел бы первое событие председательства Испании в Совете Европейского Союза как раз было в Украине и с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир. Лично у меня к вопросу, пока в Европе не восстановится мир, есть вопросики, так сказать, к этой риторике. Нам бы больше оружия, да быстрее будет мир в Европе. Но, тем не менее, событие знаковое, постоянно первые лица и Европы, и мира приезжают в Украину. К сожалению, на вокзале их пока встречают, прилететь в Киев нельзя, но вот такие реалии этой полномасштабной войны. Подробнее о том, что происходит и как меняется ситуация, обо всем об этом мы поговорим с нашим гостем. Это Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Он с нами уже в прямом эфире. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Доброго дня. Александр, вот у нас был материал про Ил-22М, собственно, который Вагнеровцы сбили. Постоянно видим какие-то последствия, казалось бы, уже недельной свежести этого мятежа, несостоявшегося. Расскажите, пожалуйста, про этот самолет подробнее, что, возможно, в сюжете мы упустили. Какие задачи он выполнял и действительно сложно ли без таких авиамашин оккупантам продолжать войну? Действительно, в данном случае речь идет о довольно-таки уникальном самолете для России. Это Ил-22ПУ. В данном случае это самолет, который выполняет задачи по, например, радиоэлектронной борьбе по функции пункта управления, командного пункта. То есть это довольно-таки уникальное воздушное судно, экипаж, на который тоже не берется абсолютно с потолка. Это абсолютно не посторонние люди, буквально только что закончившие там алетные курсы какие-то. Это люди с достаточно серьезным опытом. Это года и даже более того десятки лет иногда. Мы видим, что там, если просматривать экипаж, то это достаточно все. Были офицеры высокого ранга, то есть это подполковник, полковник. Уровень это в основном не младший офицерский состав. И поэтому потери довольно-таки существенные для так называемых ВКС РФ. Кроме того, данные самолеты, они довольно-таки часто летали именно вдоль границы с Украиной, оказывая соответствующую поддержку российским оккупационным войскам, именно сухопутным войскам, именно своими функциями. Помимо всего прочего, они часто летали еще и вдоль административной границы временно оккупированного полуострова Крым и непосредственно временно оккупированной Херсонской областью, Запорожской области. Ведь по сути этот самолет, он осуществляет еще и функции постановщика помех, что и мешало полноценному использованию всех тех или иных средств силами обороны Украины. Но опять-таки это уникальный самолет, уникальный экипаж, и его потери это довольно-таки серьезный удар по российской авиации. Александр, вы писали о том, что июнь стал рекордным месяцем по потере техники оккупантами. И, наверное, это есть хороший знак и такая лакмусовая бумага, которая может ярко продемонстрировать ситуацию на фронте. То, что британская разведка называет контрнаступлением, которое идет, я процитирую, неукоснительно. Мы говорим разведка боя. Давайте подробнее о том, что происходит сейчас на фронте и как вы видите картину. Да, действительно, июнь стал рекордным по ряду показателей. Это рекордное количество уничтоженной ствольной артиллерии российских оккупантов, реактивных систем залпового огня, было уничтожено рекордное количество средств противовоздушной обороны, спецтехники и так далее и тому подобное. Перечислять можно долго. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что те действия, которые сейчас развернулись в так называемой полосе обеспечения, они не только касались полосы обеспечения, то есть это не только наша задача прорыва, например, первой линии обороны. Это еще и вскрытие позиций второй линии обороны. В частности, большое количество уничтоженной артиллерии – это результат работы высокого уровня нашей контрбатарейной борьбы. Но работы почему? По каким именно объектам? По позициям артиллерии, которая вскрылась именно во второй линии обороны, когда началась активизация силы обороны Украины в полосе обеспечения. Аналогично и средства ПВО. Тут очень интересный момент. В основном средства ПВО находятся в третьей линии обороны, то есть тыловые районы, прикрывая при этом воздушное пространство первой и второй линии. И мы видим, что рекорд уничтоженных средств ПВО говорит о том, что они себя раскрыли, эти средства. Были обнаружены их месторасположения, и они были поражены, они были уничтожены. То есть это опять-таки результативность действия наших сил в полосе обеспечения. А спецтехника, использование инженерной техники, аналогично обусловлено активизацией всех родов войск российских оккупантов в связи с активизацией силы обороны Украины. Один из самых высоких показателей уничтоженной автотехники. Также обусловлено тем, что им приходилось все это время активизироваться для увеличения, усиления материально-технического обеспечения передовых позиций. Кроме того, после того, как начали наноситься регулярные удары по складам боеприпасов, которые были вскрыты опять-таки благодаря действиям в полосе обеспечения, частично вынуждены были эти склады боеприпасов перевести на колеса. То есть они сейчас перемещаются мобильно группами автотранспорта до 10 единиц, по которым аналогично наносятся удары нашей артиллерии. И это все комплексно демонстрирует то, что в течение июня проходила именно фаза, целью которой было максимальное нанесение урона технической составляющей российской оккупационной группировки. И в принципе результат достигнут, и довольно-таки неплохой результат. Давайте поговорим про новые направления, о них тоже британская разведка пишет, о том, что наши вооруженные силы пытаются закрепиться на левом берегу. Была информация о том, что уже некую группировку не могут оттуда выжить оккупанты. Речь идет о как раз районе Херсона и другая сторона Днепра по Антоновскому мосту. Расскажите, пожалуйста, Александр, насколько это направление перспективное, какие оно может выполнять задачи. Понятно из того, что можно рассказать. В целом, никто никогда не говорил о том, что левобережная Херсонщина не будет освобождаться посредством форсирования Днепра. Это был один из сценарий, он тоже рассматривался. Но какое именно форсирование, какие именно действия, это другой вопрос. В контексте нынешних разговоров про Антоновский мост и про левобережную Херсонщину я бы хотел напомнить события примерно двухмесячной давности, когда российские пропагандисты подняли довольно-таки серьезную панику, заметив диверсионно-разведывательную группу ССО Украины на левом берегу. То есть это была обычная будничная такая работа нашего спецназа, нашей диверсионной группы именно на временно оккупированной территории, но из этого сделали просто какую-то, я не знаю, сенсацию с примесью паники. Мол, началось контрнаступление, уже десант высаживается у украинский на левом берегу и так далее и тому подобное. Ну, в целом, опять-таки, это будничная работа наших спецназовцев. И поэтому мне на сегодняшний день сложно судить о том, что происходит в районе Антоновского моста. Официальных сообщений нет, нет. А вот то, что там могут действовать, ну, стандартные наши ДРГ, это я не исключаю абсолютно. А говорить о том, что будет расширяться плацдарм или готовится некое контрнаступление именно на левом берегу, я думаю, об этом пока рано говорить. Тем более, что, опять-таки, не имеем достаточной информации на руках. Александр, вот касаемо того, как изменилась тактика оккупантов, что-то есть? Можно ли сказать, что они поменяли свои методы? Не могу сказать кардинально, что у них что-то поменялось в целом в ведении оборонных действий, боевых действий. Единственное, что очень много стало появляться примесей ИГИЛ, самого настоящего ИГИЛ. Они для того, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины, не только сейчас пытаются создавать некие локальные, не только локальные техногены и прочие катастрофы, например, подрывом тех или иных сооружений на реках, тех же самых дамп и так далее, тому подобное, гидростанции очистительных и так далее. Они используют, например, классический метод террористов ИГИЛ, например, нашпиговывая ту или иную технику, в данном случае танки, либо МТЛБ, либо легкосреднеброневанную технику взрывчаткой, направляя в сторону, где находятся, например, позиции сил обороны Украины. То есть вот такой вот безэкипажный танк с большим количеством взрывчатки направляется именно на наши позиции для последующего подрыва. В большинстве случаев нам удается их на сегодняшний день нейтрализовать, нам удается их уничтожать. Но эта техника, она один в один напоминает именно ИГИЛ. Она прямо является вот такой вот репликой. Я не удивлюсь, если в какой-то момент они в этот танк будут даже водителя-суицидника садить для того, чтобы была более точная координация направления его. Александр, давайте поговорим о ЧВК «Вагнер» в контексте того, что заявил Кирилл Буданов вчера в интервью о том, что эта группировка не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Как вы думаете, в чем причина? Они что, себя дискредитовали, теперь им не дадут, получается, танков, авиации, потому что нету доверия? Или в чем причина? И плюс, а кто их заменит тогда вот в этом стиле местных штурмов и самоотверженности? Они ведь все-таки, ну, действительно, из всех российских соединений добились наибольших успехов. Я не скажу, что они из всех соединений добились наибольших успехов в целом. Ну, просто банально проанализировать. Они 10 месяцев брали маленький городок Бахну, пытались его захватить. Разве это достижение? Они захватили область, регион, они захватили большой город, например. Те, кто не городок маленький, и то не смогли полностью захватить. Там 98% территории города захватили и дальше продвинуться не смогли, оставив нетронутыми входные ворота по трассе 0504 в районе самолетика, это Каштунского и Чайковского. Выход на Каштунского и Чайковского. Как так можно заявлять, что ты захватил город, когда входные ворота у тебя открыты и не под твоим контролем? Ну, очень интересно. И сейчас, кстати, в Бахмуте развиваются очень интересные события благодаря данной локации и не только благодаря ей. А в целом же, относительно ЧВК «Вагнер», да, они сейчас отсутствуют на первых линиях, они отведены в тыл, те подразделения, которые еще остались на территории Украины, они находятся в изоляции, не принимают участия в боевых действиях, к ним доверия нет. Но тут интересен момент. Как сама по себе частная военная компания «Вагнер», мне кажется, да, принимать участие в боевых действиях они не будут. С другой стороны, эти наемники могут подписать контракт с Министерством обороны, которому нужен человеческий ресурс. Ему людской ресурс крайне нужен, дефицит все-таки даже уже и на людей у них. Кроме того, они могут вступить в другие частные военные компании, которые сейчас принимают участие в боевых действиях в Украине. Это, например, «Патриот», это «Редут антитеррор». В конце концов, они могут даже влиться в добровольческие какие-то так называемые формирования, типа «Барса». Выбор есть. Однако же та часть, которая останется преданной Пригожину, она будет либо на территории России находиться, либо же будет выслана в Беларусь. Как есть одна из версий, что они могут находиться на территории Беларуси в такой себе своеобразной ссылке, а на какие сроки, даже сложно сказать. То есть вы имеете в виду, что они будут в каком-то том или ином виде отдельными какими-то частями, ну не частями, уже без бренда ЧВК «Вагнер», но принимать будут участие в боевых действиях? Потому что в Беларуси, вроде говорят, там тысяча или что-то такое, то есть там немного будет этих вагнеровцев. Насчет Беларуси, в большинстве своем сейчас это уровень слухов. Подтвержденной какой-то информации, какого-то фактажа, который можно было бы оперировать, нет. Поэтому насчет Беларуси, я думаю, следует дождаться, когда действительно там или вагнеровцы появятся, или те лагеря, которые там сейчас возводятся, возможно, их возводят для мобиков российских, которые будут на полигонах, ну, Осиповичском, например, проводить свою подготовку. Все может быть. Ведь неоднократно российские мобики из той же самой первой танковой армии, третьего армейского корпуса, они на территории Беларуси проходили как раз подготовку. Та же самая, например, шестая МСД. Не исключено абсолютно. А то, что каждый наемник может себе выбрать дальнейшее, в составе кого он будет участвовать в войне в Украине, это да, я тоже абсолютно не исключаю, что будет определенная часть вагнеровцев, которые или контракты заключат с Министерством обороны, или в другие ЧВК вольются и так далее. Понятно. Спасибо вам. Спасибо большое. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, группа «Информационное сопротивление» был с нами на прямом включении телеканала «Фридом». «Информационное сопротивление»